С помощью молитвы человек очищает себя и коллектив от плохой кармы. Вот у кого сейчас чувство, что всё как бы идёт вниз в бизнесе, всё плохо, не хватает молитв? Я за вас не буду это делать. Я знаю, как это делать, у меня тоже так бывает. У меня тоже бывают периоды, когда всё пошло. Нужна молитва. Иногда, вот у нас был фестиваль благости, и сразу было видно, что мы не наберём нужное количество людей. Я начал молиться, чувствую, что как-то, может, и не надо. У меня было такое ощущение, что и не надо больше. Я не стал. Но бывает так, что чувствую, что тебя зажимает какая-то сила. Давид, вот это у вас такое сейчас. Вам надо лучше. Вам надо по судьбе лучше. Но вы ленитесь. Или не верите. Не знаете, как правильно. Надо поставить перед собой святыню, что-то святое, кланяться ей и молиться. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу мою деятельность посвятить Богу. Я хочу для Бога жить. Дайте мне возможность действовать. И каждый день по два часа. Первый же день почувствуйте облегчение. А к вечеру опять тяжелее. Времени не хватает из-за глупости. Может, не тем делом? Да времени не хватает из-за отсутствия знаний. Вот смотрите, хорошо. Давайте с вами проэкспериментируем. Вы влюбились, допустим, сильно. Ну, не замужем, не женат. Влюбились. На свидание находится, да? Это главная задача. Здесь еще существуют какие-то обязанности, которые я не могу отложить. Это дети, это домашние животные, дети, стрельки. И они все сейчас на мне. На свидание. А на свидание нет времени. Не пойдете? Я уже думала на этот вопрос и подумала, что в данный момент нет времени на него. Не пойдете? Ну, зажала меня жизнь, правильно сказали. Не пойдете? Мне придется кого-то оставить без меня. Ну, вот и вы нашли выход. Детей, бабушку, работу, животных. Вы нашли выход. Вот, знаете, какой он тяжелый. А вы вообще нужны кому-то вот такая больная, несчастная, замученная, обломанная, без денег? Нет, мне нужно здоровая, крепкая, с деньгами, со всеми возможностями. Тогда оставьте всех на время для того, чтобы стать такой. Потом приходите свеженькой. Спасибо за совет. Проблема в том, что это называется привязанность. Не то, что они в вас нуждаются, это вы в них нуждаетесь. Вы просто не понимаете свою нужду. Вы не понимаете, в чем вы нуждаетесь больше. Может быть. Я когда молюсь рано утром, и мне звонят мои подчиненные, чтобы я им сиську дал, я не даю. Вы говорите, подождите, да? Нет, я ничего не говорю, просто не даю и все, сиську. Они сами делают вывод. Сами решают вопрос. Иногда надо давать сиську, иногда не давать. В зависимости от того, какое время. Если время более важное, если важнее, вы что-то важное решаете, то пускай и все остальные учатся ждать. Показывайте свою ценность людям. Если вы старше, вы должны сделать так, чтобы они вас ценили. Если они вас не ценят, то они будут к вам понукать. Я согласна с вами. Но самое главное, вы не поняли все равно. Время молитвы самое главное в жизни. Она решает все вопросы. Потому что оно дает человеку необходимое благочестие для того, чтобы их решать. Вопросы решаются не с помощью слов, денег и законов. Они решаются с помощью победы на тонком плане. Если человек не ведет себя так, что ему верит, то тогда все будет рушиться. Если он не побеждает судьбу в своем сердце и не чувствует выход, тогда все будет рушиться. Если коллектив угнетен, потому что вы не работаете над собой достаточно, не имеете силы поднять коллектив, значит, все будет рушиться. Если подчиненные сильнее вас и издеваются над вами, а вы не можете с этим справиться, потому что вы не работаете над собой, все будет рушиться. Это означает, что мы не ставим главные вещи на первое место, а второстепенные на первое место. Я вас понимаю, что первую маску надо надеть на себя. Это не маска. Это не маска. Это внутренний мир человека. Маску одевают люди в страсти, люди в благости, получают реализацию, опыт и веру. Я имела в виду кислородную маску. Да, согласен. Вопрос по режиму дня. Восколько необходимо вечером ложиться и утром вставать, чтобы была энергия? И еще маленькие уточнения. В том плане, что, насколько нам известно, сейчас идет смещение в плюс. Ну, давайте посмотрим по Москве. Сейчас вот перевели часы, я запутался немножко. У нас как бы 12 часов, это сколько сейчас? Кто знает? 11. Не, не, раньше было 12, раньше было полвторого. Сейчас 12. Сейчас полвторого. Значит, надо вставать. Ну, вот смотрите, то есть полперва ночи – это середина. Если прибавить по 3 часа – это глубокий сон. Ну, то есть полперва ночи – значит, это минус 3 часа сколько? Полдесятого. Полдесятого. Уже полдесятого точно? Или полодиннадцатого? Полдесятого. Полдесятого надо уже спать ложиться. А полчетвертого утра, полчетвертого утра надо обязательно спать еще. Но человеку с нервной нагрузкой нужно спать 7 часов. В Москве, я думаю, надо хотя бы 8 спать людям. 7-8 надо спать. Ну, 7 часов минимум в Москве. Это значит, что, ну, хотя бы с 10 надо ложиться там. Я понимаю, все смещено. Жизнь смещена в сторону ночи. С 10 хотя бы до 5, 7 часов. С 10 до 5 хотя бы надо спать. Если идет спещение дальше 11, то теряется спокойствие, доброта, трезвость, рассудительность, концентрация. Увеличивается напряжение, отсутствие концентрации, туман в жизни, непонимание, что делать. Нет мобилизации, нет спокойствия, нет доброты. Злоба, напряженность, рассредоточенность, непонимание, что делать. А если приходится ночью вставать, маленький ребенок? Больше надо спать, значит. Встаете ночью, чуть больше поспите. То есть, если я вас, наверное, понял, значит, соответственно, сейчас то, что время есть, то, что мы сейчас на 1 час в месяц позже начали вставать. А ложиться необходимо в 10 часов и вставать в районе 5 часов. Ну да, где-то так, да. Мы не будем сейчас углавляться в подробности, я не смогу, не успею. Итак, молитва. Человек очищает себя и коллектив от плохой кармы, от плохой судьбы. Очищение – это всегда это то, что в сердце происходит. То, что в сердце происходит – это реальность. Вот вы говорите, у меня все идет вниз. Это реальность. Но это реальность не в деньгах и графиках. Это реальность в вашем сердце. Потому что, когда вы проведете свою молитву, то вы поймете, что в ваших силах, что не в ваших. Но всегда то, что в силах человека, это дает им возможность нормально жить. Допустим, в стране идет спад общий. Вы не сможете этот спад победить с помощью своей молитвы. Вы все равно будете… Вот. Народ и партия идет на говно-гу. На говно-гу. Вот. Поэтому… На говно-гу идет, если народ и партия, то нам придется так же тоже потихонечку. Но так это более времени. Так действует время. Если идет спад, значит, надо победить настолько, насколько нужно. Сердце подскажет. Сердце будет легкость. Будет хорошо. Спокойно на сердце, да. Легко на сердце, от молитвы веселый. Тяжело? Сорок минут я могу… Пожалуйста. Хорошо. Сорок минут. Обещаете? Да. Такое обещание. Никогда не приму. Нет, не приму. По-настоящему приму. Обещаю. Скажите, обещаю. Обещаю. Сорок минут утром с сердечной молитвой, с открытым сердцем, с душой. Своей традицией. Обещаю. Благословение. Прошу вас благословение. Не, не надо просить. Благословение. Все сидят как это. Благословение. Спасибо всем. Спасибо.